Это имя, откуда оно пришло-то? От святого Иакима, который является отцом Преста и Богородицы. Все, все, достаточно. Я подала записку о упокоении Иоанны. Он говорит, ты что меня хоронишь, что ли? Я говорю, это мой дядя родной, который ученически погиб. Господи, Павелый, ну это тоже юмор православный. Не обращайте совсем внимания, но можете улыбнуться. Это для того, чтобы взгляд был ясный. Ладно, лучше уже давай, не прячься туда. У тебя как у Пятикантропа, вот так нависает лоб как-то. Ты распрягляйся. Павел Горбуленко у него тоже типа такого что-то. Начал смотреть на себя в зеркало, другой сейчас, да? Такой открытый, все, вопросы задают. Так, вопросы должны быть у нас. Вопросы должны к нам относиться, понимаете? Стоп, 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 не надо, все, все, достаточно. Итак, только дай палец. Можно еще вопрос? Еще вопрос? Да-ка не было еще. Ну давай, ты первая. Ну вот смотрите, ангел сказал, благословенно ты между женами. Женами, не девами. Но пришел-то он к деве. По всем признакам дева физически. А сказал, благословенно ты между женами. Ну тут жены, потому что женщины, все, больше ничего. Это третья глава книга Бытия, 15 стих там написано, что будет, семя жены будет, убьет семя этого змея. Вот и все. Будет наступать ему на голову. То есть, имеется в виду женский род. Да, имеется в виду женский род. Ну то есть, никто не знал, это тайно же было, что дева. Ну можно было понять, потому что Ева, когда все это говорилось, она была девой. Нет, ну можно было понять по всем признакам, она была девушка, она не была женщиной, она была девушкой. Я говорю о Еве сейчас, я не говорю о Престой Благородице. Все. Вот слушайте меня внимательно, просто замолчите и слушайте все. Некоторые. Ева была девой, когда все это случилось. И поэтому дева должна быть благословлена. Если проклята дева, Ева должна быть благословлена. Она дева, но она Мария. Почему Мария? Потому что уж очень хороший перевод. Знаете, да, какой перевод? Приятная госпожа или прекрасная. Ну то есть, говорится о госпоже, которая заботится о своих слугах и о муже, кто там есть, где у нее и так далее. То есть, о своей семье заботится о приятной госпожа. Вот так. И поэтому, а Ева переводится, кто дал имя-то это Ева? Адам дал имя, жизнь. Ну а так-то она просто ходила с женщиной. Итак, толкование. В месяц шестой, считая от времени зачатия Иоанна. Почему шестой? Потому что написано, она три месяца прибыла с Елизаветой. И когда три месяца, то есть шестой месяц, это значит девяти месяцев еще нет. То есть, Иоанн Креститель должен был только родиться. И она, чтобы не мешать, видать ей уже тяжело было, ее кузине. Она постарше была, конечно. И она ушла обратно домой. А жили они душа в душу. То есть, душа в душу жили. Прекрасно. Интересно, что икона такая есть, не наша, католическая. И они стоят, как бы вот так обнялись. Пришла Престая Богородица к Елизавете. И у них на чреве, у Престой Богородицы, Господь Иисус Христос, как младенчик такой, ну как пупсик, знаете. И от него свет такой идет. А Иоанн Креститель, как бы во чреве, стоит на коленях. Вот так. И от детей спрашивают, ну где здесь Престая Богородица, а где Елизавета? Они подумали, подумали. А Елизавета одета в желтое, а Престая Богородица в красное. И там кто-то из девчонок там, Аня, по-моему, говорит, в красном. Я говорю, ну правильно, почему? Начали тогда. О, ну тут нарисован в свете, это, наверное, Иисус Христос. То есть я говорю, да, догадались. Недаром иконы сделали, эти иконописцы, ну, эти католические, чтобы понятно было. Посмотрел и, а, ну понятно. А то иногда не понятно. Вот, допустим, икона Престой Богородицы. Кто обращал внимание, что она сидит за пипютром. Знаете, что это пипитр? Пипитр? Ну, пипитр, да. И читает. И читает. Ну, как бы, непонятно, что читает. Там книга, и она раскрыта пополам, как бы. Вот так вот, как у меня. Вот так, да, прям. И вот такая закладочка. Вот так. А ангел, он цветочек держит в руке. И одно крыло поднято у него, вот так. Кто бы знал, что это значило-то, но. А у ней под ногами еще такое веретено. И что-то там намотанное лежит. Пурпурного цвета. Все предания, которые мы не знаем, они не написаны здесь. Захотите узнать, спросите. Любопытно прям расскажу. Любопытно уже? Должно быть интересно, не любопытно. Любопытство – плохое слово. Потому что не запомните. А интерес – это уже другой вопрос. Ну ладно, сейчас я прочитаю это, и потом в конце тогда расскажу, чтобы, как бы вам было интересно. Детям я вчера рассказал об этом. Кстати, сам об этом я вычитал не так давно. Я тоже не интересовался. Крыло поднятое. Это только могут наши иконописцы. Православные. Все православное. И даже этот цветочек, он называется. И одна нога у ангела, она чуть касается, а он сам как бы в полете. А католики рисуют коленопреклоненных ангелов. Понятно? С крыльями. Всегда с крыльями. Только у них длинноволосые очень, а у нас не длинноволосые. У них немножко на женщин похоже. А у нас ангелы такие, ну как юноши. Ангелы как юноши. Ну конечно, они ангелы же, они не ангелины. Ангелина нам устроила хорошую жизнь уже. В Германии там она сейчас. Говорит, что дева обручена была мужу из дома Давидова. Чтоб показать, что и она происходила из Давидова же рода. Ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода и из одного и того же колена. Числом 36 глава 6-9 стихи. Это правда. Прям такой закон. Как сейчас евреи выходят из этого положения? Они знаете, знают. Настоящие ортодоксы евреи. Они по фамилиям определяют, кто из какого колена. Вот такие дела. По фамилиям определяют. Сейчас, сегодняшние. Вот так вот. Я не знал об этом. Это наш верующий. Знакомый с Пургана. Я его спрашивал. Он говорит, да, да, определяется. Я говорю, а как вот, допустим, будет храм построен и священники-то как отделяться? Это же там левиты должны быть, священники. Он говорит, все нормально, говорит. Мы, говорит, определяем по фамилиям. Я говорю, вот это да. Да, он большое звание имеет в синагоге. Он епископ. Вот так вот. И до сих пор они, говорит, ко мне приходят, там звонят и просят, когда придешь к нам в синагогу. То есть они как бы между делом, то, что он там православный, принят. Да, они еще и в православный храм ходят. Да? На храдейце. Одна женщина вышла, она говорит, почему там типа ты там что-то по-фарисейски не исполняешь? Она такая, ну все, фарисей, ничего, пойду, я лучше в православный храм. То есть они и туда, и сюда. Ну вот у него такая интересная жизнь, этого человека, что хорошо, что можно хоть что-то узнать. Поэтому о рыжей телице, то, что Господь, ой, Игнат Тихонович говорит, что рыжая телица. А для чего? Жертва должна приносима была, беспорочное животное должно быть. Беспорочное. И поэтому должна быть только там рыжего цвета там и так далее. Но это для того, это, я так понимаю, все сожжения, наверное, телица. Потому что необязательно какой цвет, по отсвете не говорится. Допустим, если мы книгу Левит читаем, там где начинается, это с первой главы, и начинается про приношение жертвенное. Там просто говорится, чтобы без пороков было, без пороков. Без пятнышка, чтобы не было. Пятнышка нет. Да, ну там не говорится про пятнышки. Про пятнышки не говорится. Но цвет конкретно, что каждая жертва должна быть рыжего цвета, не говорит. Ну ладно, я спрошу. А овца какого цвета? Рыжего? Да нет, об этом не говорится. Ну о чем и речь идет. Поэтому там говорится при определенном жертвоприношении. Да конечно. Это ты рыжих не допасешься. Таких. Где везет. Белые. Дальше. Дом Давидов. Почему Дом Давидов? Тоже вопрос возникает и ответ есть. Ну скажем так, что при Ироде, при Ироде Великом все это было. Ирод Великий. Это царь Иудумея. Будем говорить. И Иудея и Идумея. Иудея и Идумея. Это было одно государство. Оно было под управлением Ирода. Сам Ирод был Идумей. Идумей он был не от Исаака, а от Якова. Ой, что я сказал-то? От Исава. Не от Якова, а от Исава. Перекупался именно. Яков и Исав два брата. Вот от Якова происходили, патриархи произошли и Давид. Там потом через сотни лет. А его брат Исав, он отделился и жил рядом, ниже Мертвого моря, будем говорить. Если кто географию понимает. А Иерусалим находится напротив Мертвого моря. Кстати, Мертвое море, Игнатий Ильич сказал немного, но я думал, больше скажет. Оно в свое время было не соленое. Оно соленое стало вот после этих событий, когда вот эти садомляне, ну то есть произошла вот эта похоть страшная в Садоме и Гамор. Вообще пять городов там было вокруг. И они были все... Они утонули. Эти города сейчас находят внизу у Мертвого моря. Они утонули. Там такая зыбкая почва, что... Ну так сделать, типа землетрясение, я так понимаю, там было. И оно просто... Они ушли прям. Ну, Господь их похоронил. Эти города. А там было нормальное озеро. Пресноводное. Почему? Ну, потому что пресная вода течет с Антеливана и Ливана. И Ордан образуя. Там всего десять рек приблизительно. Не только один Ордан. Еще речки есть. Они выпадают. Там же везде эти горные вершины. И там или родники, или снега. Ну, образуется, когда холодная погода. Снега потом быстро тает. И там тоже есть паводки и так далее. Поэтому эта река и Ордан, она довольно бурная бывает. И не сказать, что ее там воробей перейдет. То, что там рисует икона, но у нас нету, слава Богу. Где стоит Господь в этой реке. А на бережку как бы стоит Ант Креститель. И с какой-то плошки его поливает. Этого не надо. Там река такая, что тебя унесет. Если ты плавать не умеешь, ты утонешь просто и все. До семи метров глубины в прижимах где-то там ямы есть. До семи метров глубиной бывает и Ордан. Так что не надо думать, что это такая речушка. Есть очень бурное течение. У него перепад очень сильный. Потому что Мертвое море сейчас, оно и тогда находилось на глубине 400 метров. Я так понимаю, что там была долина такая прекрасная. Ну, лот-то недаром туда пошел, обратился и говорит, я пойду к Содому. Там прекрасная долина. То есть, прекрасная была. Защищенное озеро такое. Ну, что там говорить. Курорт, одним словом. Никогда там не бывает холодно. Представьте, глубина 400 метров от поверхности. То есть, там скалами окружено. Как бы такой своеобразный, как говорится, микроклимат. Приятный был. Но Господь из этого приятности сделал просто какой-то ужас. Это соль. Она все убила вокруг. Все. Там ничего нет. И когда ходил Господь по пустыне, Господь его послал именно в эту иудейскую пустыню, рядом с Мертвым морем. Вот так. И там же, в заточении на берегу Мертвого моря, находился Иоанн Креститель. Ну, то есть, неприглядная картина, ужасная. Кто, может быть, видел такой фильм, называется Королевство кривых зеркал. Советский фильм. Про двух девочек, которые в сказку попали. Королевство кривых зеркал. Они близняшки. Оля и Елло стали, да. Оля одна девчонка, да. И вот там показывают темница вот эта такая страшная, в такой пустынной местности. Вот так вот я себе представляю эту темницу. Страшное дело. Жара, камни, ничего больше нет. И ты сидишь там. Дальше. Поскольку Господь сказал Еве, в болезни будешь рождать детей. Да, и этот Ирод-то, он был, так как он не из дома Давидова, а пророчество было, что когда будет князь восстанет не из рода Давидова, не из колена Давидова, то придет, Христос придет. То есть мессия придет. Вот почему нам говорится здесь о том, что из рода, из дома Давидова, чтобы показать, что вот все, что предначертано было пророчествами, оно исполняется. Поскольку Господь сказал Еве, в болезни будешь рождать детей, бытие 3-16, теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве ангел, говоря, радуйся, благодатная. Мы всегда говорим архангел, а тут все время ангел. С большой рукой. Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит. Благословенно ты, Мария, размышляла. Мария размышляла о приветствии. Как кого она размышляла? Видите, то есть не сразу ответила, а все-таки было время. А это время тоже показывает на то, что это ангел. Раз ты размышляешь, у тебя ни смятения никакого в душе нету, ничего. Когда бес действует, в душе смятение всегда. Страх какой-то. То есть ты что-то не понимаешь, как бы в одну точку уставится человек. Это все, это сатана. Ни в коем случае в одну точку никогда не смотрите. Вот так. И застыли. Никогда. Вы знаете, это... Молодец. Это сатана так делает для того, чтобы вас погрузить в свою какую-то гипнотическую реальность. Мы должны смотреть в Слово Божье. Всматриваться. А так можно хоть куда засмотреться, а потом и получить по шапке. Куда ты засмотрелся на человека. И потом кто-то подошел тебе, щелк, щелк и правильно сделает. Нечего засматриваться. Вот, не смотри по сторонам. Идешь по улице, не засматривайся никуда. Вот иди, куда ты идешь, какая цель твоя. А если ты на благовестие идешь, ты должен совсем по-другому себя вести. У тебя должны быть с собой визитки, Евангелие. Ну, какая-то духовная литература. Вот видишь, тропинки там есть. Ну, это баптистская. Тебя сразу, как баптиста, оценят. Но есть наши духовные журналы, которые у нас сестры. Вот, братья разносит. То есть, всегда должен быть заряжен. Не просто так, что раз шел, шел, потом. О, а сейчас дай-ка я попроповедую. Нет, шалишь. Надо помолиться, с собой все взять, что надо. Вот, брат Владимир, он с собой такую сумаль носит. Там и Библия у него, и все, и материалы, что только нету. Все время. Сейчас у него рюкзак. Раньше сумки были. И вот она размышляет, Мария. Не просто так, а размышляет по делу духовному. Не гнусное ли пророчество, каково обращение мужчины к девице? Или божественное, так как в приветстве упомянутая о Боге. Господь с тобой. А почему она так? Почему вот ангел же явился? Почему? Давайте вопрос возник. Почему она смотрит? Он же ангел, что-то непонятного-то? Там сияние, там все. Как мы привыкли? Золото, крылья там белые, вот так вот до небес. Так и есть же обычно. А она такая что-то размышляет. Ну что ты размышляешь так? Не понимаешь что ли? Ты же верующая. А почему-то размышляет. Давайте дальше. Почему? Вопрос. Ангел, как выглядит? Как тебе ангел являлся? Ной! Тебе как сестра ангел являлся? Расскажи, ты же самая молодая. Тебе как ангел являлся? О, что-то никто все молчат. Да это я вас проверяю просто. Никак. Если увидишь ангела, беги быстрее от него. Не надо святость эту проверять свою. Никак. Она не знала, как ангел выглядит. Поэтому она смотрела. Юноша какой-то стоит с ней, разговаривает. Ты откуда взялся, юноша? Он вошел к ней, написано. То есть она была в комнате и вдруг... Здравствуйте, пожалуйста. А дверь была открыта или закрыта? Скорее всего, она закрывалась. В окно. Здравствуйте. Ты уверена в окно. Не знаю. Ну, то есть, получается, помните, как из опасения иудеев Христос встал посредине? Так это Христос. Он был в теле. И поэтому мы как бы удивляемся. А это ангел. Чего удивляться-то? Вошел к ней. Вошел к ней. Вошел. Как понять, вошел? Или он прям дверь открыл, вошел. Или просто вошел, как по-ангельски, знаете, сквозь стены. Кстати, у них стекол-то не было на окнах. Вы знаете об этом? У них не было стекол. А что был? Бычий пузырь. Как у нас в России. Да нет, конечно. У них, когда холодно, окна просто заделывались и все. И жаровни стояли. Туда клали хворост, поджигали. Не было даже печей таких, как у нас. Поэтому жаровни были, на которых в приготовлении происходило пищи. Откуда и пошел камень? Ну да, я думаю, что именно так, как у них потеплее. Ну труба-то была, а у них труб-то еще не было. А знаете, это откуда берется? Это берется от книги Иеремия. Когда Иеремия, варух писал послание от Бога. Иеремия был устами Божьими. Господь ему кладывал слова. И он говорил, об варух записывал. И потом царю присылали, что будет с ним, если он будет с Египтом в союзе. Что будет, когда он Вавилону начнет отказывать и так далее. И в конечном итоге пришли войска вавилонские. А он в этот момент сидел около жаровни. Грелся. И прочитав, ну там свиток, вот так прочитав, отрезал ножиком, написано, и бросал в жаровню. Грелся сидел в жаровне. Вот смысл какой. И это было, не один этот царь-то грелся, все так грелись. Потом, кстати, эту жаровню можно было и котлом сделать, и что, когда тепло, можно и варить в нем, и что хочешь. Ну, знаете чугунки, в которых варят плов обычно. Ну, так. Редко это, конечно, бывает плов. Казаны, да. Вот так вот, поэтому ангел, он, какой он был у себя, этот ангел, ну вот не знаю. А, кстати, тепло у них тогда было или нет? 7 апреля. У них там жарящий воздух. У них там уже 20, за 20 градусов. Может даже и дверь была открыта. А может там все двери были, положок снять. Да, может и положок был. Ну, то есть она раз увидела и не понимает, как так. Да, скорее всего, про дверь нету разговора. Потому что она просто подумала, что тихо вошел, наверное, мужчина какой-то. И она раздумывает, смотрит на него, какое он... Было ли крыло поднятое? Вот я говорил, крыло поднятое. Поднятое крыло – это приветствие. И поэтому, когда дьякон выходит и поднимает и Петрахим, и вот так поднимает. Это он приветствует, приветствия богородично, ко всем, как бы говорить, благословенны. Благословение от Господа. Это дьякон изображает собой вот этого самого архангела Гавриила, который поднял... А что он тогда спиной поворачивается? А потом поворачивается. Ну да, он там так сначала, а потом поворачивается. Ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ в невозмутимом положении. Ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющее сбыться. Ну, 14 лет, понятно. Потом, как бы, в изнесении вышесказанного слова «благодатная» говорит «ты обрела благодать у Бога». «Ибо быть облагодатствованным» значит получить благодать у Бога. То есть, что такое благодать у Бога получить? То есть, угодить Богу. Но это счастье общее. И другие многие получили благодать у Бога, а приносимое Марии приветствие не идет еще ни к кому. И не придет, скажем, ни к кому. А благодать мы тоже можем получить от Господа. То есть, благодать – это благоволение от Бога. То есть, Господь увидел у нас нечто хорошее, спасительное для нас. Слава Ему. Благодать, Гитна, благодать, Жена Стреедливая. Так, ну вот. Вопросы? Так, что такое цветок, да? Интересно. Почему цветок там они рисуют? Это лилия. Та самая лилия, которая имеет одежду такую, которую не надо, не выпрашивает она. Господь делает ее. Белый цветок белого цвета. Чистота, непорочность духовная. Слава Богу. Престой Богородицы. И то, что ангел показано, касается всего лишь одной ножкой. Чуть-чуть как бы. А сам летит. Это показывается святость ангелов. И что он пришел именно как вестник от Господа. Вот наши иконографы, пользуясь тем, что многие не умели читать и писать. Это не евреи, все-таки православные. Вот начали рисовать вот это все. И нам пришли вот эти предания. Почему они не хотели всех выучить грамоте? Одному Господу Богу известно только. И нам. Потому что надо было заниматься с людьми. Вот так же вот приходить. И благодарность Игнатию Тихоновичу. Игнатий Ильич, благодарим, что вы посетили наше занятие наконец-то. Игнатий Ильич занимается книгами. Я так понимаю, что к концу подошло, раз у него время появилось. Попросим Господа, чтобы Господь благословил издание и этих книг проповедей. Потому что для многих там откроется столько спасительного для души. И если мы верующие, то должны понимать, когда душа начинает напитываться духовным содержанием, а оно только от Библии духовное содержание, то такие крылья вырастают за спиной у тела, что тело даже не помышляет сопротивляться душе. И пост прекрасно проходит. И молитва идет. И Слово Божие прекрасно изучается. И ты все понимаешь, о чем говорится, когда говоришь, ну почему у нас нету крещения троекратного? Ну батюшки, а батюшки, все бритые, все-все, все стриженные усы, бритые, молодежь такая, и такое рассказывают от себя. И говорят так, даже я, даже я, даже ты. Ты каноны сначала исправь, это что, одеваются в такую пятнистую форму, чтобы не убили. И петрахиль у него здесь, и крест у него, и крестит там на передовой. А как крестит? Ну просто какая-то стакан, кружка. И вот из кружки берет и на голову вот так вот полил. Все. Ну я, говорит, тут с тобой не могу долго заниматься, я понимаю, у тебя сейчас там ответственное задание, вы идете там штурмовать и так далее. Ну потом, похоже, мы с тобой встретимся, поговорим, если у тебя вопросы будут. Какие у парня, которые весь на колках, могут быть вопросы о духовном? Если он ничего не читает и занятия ты ни одного не провел. Здесь задаешь вопрос, прям прочитал, вот сидят верующие, и то вопросов нету. Хорошо сестра поддержала и все-таки задала вопрос. Почему? Она долго отсутствует среди верующих. И поэтому ей интересно посмотреть. И что-то, видите, Господь, душа требует. А Господь подсказывает. Поэтому без вопросов не может быть ничего. Понял? Без вопросов ничего не может быть. Ты, значит, ничего не читаешь. У тебя вопросов-то нету. Сидишь, смотришь только в экран и все. И ждешь, что прилетит птица счастья завтрашнего дня. Сейчас спасение. Сейчас день благоприятный. Нету птицы счастья завтрашней. Это обманул тебя кто-то. Вот сейчас надо было прям сейчас подметки рвать, как говорится. Вопросы задавать. Есть вопросы по этой теме? Нет, видишь. А у меня есть. Так и остались. Неразрешенные. Эти вопросы. Просей Игнатик. Игнатик, может, он ответ на неразрешенные вопросы. Ну все. Вопросы есть? У тебя есть песнопение? С пойным? Есть. Ну давай, пой. В честь праздника могу вам... Давай, конечно. Я хочу подсказать. Дева чудное творенье Богу принесет за нас моленье. Ее милосердными мольбами Небо открывается над нами. Верем, что ее неравнодушие слышит. Наши страждущие души кротко, со смирением внимает. К сына милосердию взывает счастье, что была такая в мире. Ее дверь и рай нам отворили, и сам Господь в ней воплотился, и человеком мир явился. Может, в раю встретимся с тобою, если я слезами греха мою, и к ногам твоим там припаду я. И за всем тебя благодарю я, дева, чистое творенье. Вообще, так интересно. Это вот одна из первых песен моих была. Огород вот такой вот. В общем, там вот так вот. Ночь не ночь. Еле высыпаешься. И днем пробегаю. Смотрю, на столе вот бумага лежит. Беру, думаю, что такое, стихи какие-то. Начинаю читать. И мелодия вот эта идет. Мелодия. Я ее написала, даже не знаю как. Вот как-то Господь так дал, записала, может, ночью записала, положила, заспала, забыла. И когда начала читать, пришла мелодия сразу. Так интересно Господь делает. Слава Богу. Так, Игнат Иванович. Достойно есть я права истину, Блажите Тя, Богородицу, В пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения с Серафим, Безыскления Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Самый маленький, где самый маленький у Вас? Поблагодари Бога, Государя. Своими словами поблагодарю. Благодарим Тебя, Господи, Что Ты даришь нам возможность обсуждать Слово Твое. Благодарим Тебя, Что мы можем свободно благовествовать о Тебе И приумножать знания о Слове Твое. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Как Тебе дали до Пасхи.